Дорогие девочки, поздравляю вас всех с праздником 8 марта. Будьте счастливы, красивы, любимы, жизнерадостны. А также желаю огромнейших творческих успехов в нашем любимом деле. Желаю вдохновления. Поздравляю вас еще раз с праздником весны с 8 марта. Также сегодня в такой солнечный прекрасный день хочу представить вашему вниманию свою оформленную работу, первую работу бисером, самолетик. Вы знаете, ну так прикольно, сегодня такой у нас чудесный день, солнышко светит, у меня дома все окна открыты. Так уже пахнет весной. Вот есть такая песня, запахла весной. Так вот это вот сейчас прям не могу. Птички ищебещат, меня реально разбудили лучи солнца и ищебетание птичек. Ну, в общем, настроение супер. И этот самолетик, вы знаете, он такой вот, именно как сегодняшний день. Такой солнечный, радостный, красивый. Ну, сама себя как бы хвалю, но просто, не то что хвалю, но просто он очень сочетается с сегодняшним днем. Такой вот яркий, такой, ну, в общем, веселый. Вот, значит так. Рамку я сделала такую вот, так же мультяшную, как и сам самолетик. Паспорту зеленая. Мы пробовали приложить голубенькое и синенькое, но как-то не смотрелось. И вот с этим зелененьким, я как увидела, мне сразу понравилось, и все. Мы решили, что это уже будет вот так вот. Дальше. Хочу вам рассказать коротко о нашей багетной мастерской, насколько они любят и ценят своих клиентов. Ну, то, что там, конечно же, как и любой обслуживающий персонал, относятся очень уважительно к клиентам, то там еще существует очень приятный, индивидуальный подход к каждому клиенту. Конечно, я не знаю, был бы такой подход, если бы это была моя первая работа, но так как я уже к ним хожу года, может, вот четыре, они меня уже все знают. Ну, в общем, дело было такое. Свою законченную работу я отнесла в четверг. А у них есть такое, ну, не то чтобы правило, просто система работы, что если ты приносишь свою работу, то неважно, в какой день недели, это может быть понедельник, четверг, пятница, суббота, то забирать ее будешь на следующей неделе, именно в четверг. То есть я должна была забрать свою работу 13 марта. Но так как вы все знаете, что я эту работу вышивала и очень, ну, не то что спешила, но старалась закончить к дню рождения папы, это вот на 10 марта, то есть на завтрашний день, я в четверг им сказала, а можно ли как-нибудь, чтобы забрать работу, ну, хотя бы в понедельник утром. Ну, конечно, говорю, идеал был бы пятница или суббота. Они, конечно же, сказали да. Ну, в общем, я была очень рада. А дело в том еще, что в этой багетной мастерской они не оформляют работы. Там можно подобрать рамы, но мастер работает в другом конце города, значит, они везут эти работы. Значит, эти люди постарались, подсуетились, быстрее должны были найти, как сказать, шофера, кто отвез бы это. Там мастер должен был как-то отложить свои работы другие, эту быстренько сделать, поспешить, опять же привезти. И в пятницу утром мне позвонили, что ваша работа, Олеся, уже готова. Конечно же, я в знак благодарности им отнесла, как сказать, угощение. Ну, в общем, вот так вот у нас работают мастерские. Стараются клиенту, чтобы было приятно. Дальше. Вот опять Рэмбо-код пришел, можете так вот с ним поздравить. Рэмбо! Вот он вас поздравляет с 8 марта, так же. Рэмбо, Рэмбо! О, такой красавец! Да, ему нравилась, кстати, моя работа бусинками. Вот. Теперь дальше. Я хотела делать без стекла, оформлять. Но я в багетной мастерской сказала, ну, Рэмбо, иди, что, скорее всего, эта работа будет висеть на кухне, так как у моих родителей кухня такая светло-салатовая, светло-персиковая. Ну, я думаю, очень подойдет эта работа. Так девчонка, которая работала в мастерской, сказала, обязательно, обязательно поставьте стекло. Я боялась, что будет не видно эти бисера просто. Извините, свечу вы чуть-чуть. Ну, вот так вот. Но все видно, все красиво. И я очень, опять же, ей благодарна, что она посоветовала мне. И я рада, что я послушалась ее. Вот. Ну, вот такая вот. Такое оформление. Мне нравится, не знаю. Конечно, опять же, сколько людей, столько мнений. Кто-то может скажет, что не очень, кто-то может похвалит. Просто, вы знаете, наверное, уже, да, я рассказывала, что я люблю оформлять рамки такие, делать красивые, солидные, там, какие-то золотой, правый. Но просто здесь я подумала, что такая рамка будет вообще неуместна. И просто будет некрасиво. Ну, вот. Также я, конечно же, уже купила маленькую, еще одну схемку для вышивки бисером, так как вышивка бисера мне понравилась. Конечно, сложно у нас с покупками. Буду что-то искать, может, в европейских сайтах, может, вот на украинских как-то буду смотреть, присылать себе. Так вот. Ну, конечно, вышивка крестика мне еще все равно более, как сказать, по душе. Но бисер мне тоже понравился. Это не была такая работа, что я сделала, и поняла, что, ой, нет, не мое. Нет. Я точно буду вышивать, хоть по какой-то маленькой схемке, хоть по какой-то там одной картине, может, там, в год, не знаю. Или даже не картине, а просто картинке. Ну, будем смотреть. Но точно буду какие-то проекты осуществлять. Вот. Сегодня у меня в моих планах и по программе вышивка котика моего снежного. Что могу сказать про него чуть-чуть, вкратце. Сложно он вышивается, в том плане, что, ну, реально, очень большая эта картина, и теперь я вышиваю такой, там, момент, его спинка там идет, и такое, и солнце. Или там луна, не знаю, кто как там представит. Ну, скорее всего, луна все-таки. Ну, и вот, и эта спинка, ну, так по чуть-чуть вырисовывается. Вот вчера я сделала 700 крестиков, отшила. Ну, боже, я смотрю, ну, это вообще этого не видно. Что было, что отшила, все пройдет то же самое. Так вот, уже жду до конца, там, дошить один лист, тогда уже сниму вам видео, покажу уже, тогда что-то будет видно. Потому что сейчас, ну, вообще. Но все равно, хоть и медленно движется, я очень получаю большое удовольствие от него. Все равно, вот, как по чуть-чуть, по чуть-чуть вырисовывается его этот вот мех полосатый. Ну, прям так и хочется его погладить. Ну, вот, мои дорогие, вот такое мое недолгое видео. Еще раз вас всех с 8 марта, хоть чуть-чуть опоздала. Ну, лучше позже, чем никогда. Солнечного всем всегда настроения. И успехов вам в вашем, в нашем общем творчестве. Все, всех целую, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok